Сможете помочь мне, возлюбленные, ожидающие второго пришествия, верующие, напомнить содержание 158-го псалма? Ну, понятно, что это не из Библии, из псалмов Сиона. Да, были такие раньше. Не вспомните. А если я начну первые строчки читать? Я венец творения, мы знаем, мудрого Творца. А дальше? Ага, вот здесь вот есть разночтение. Почему? Потому что если вы откроете гимны надежды, то там есть аналог псалмов Сиона под номером 129. И он звучит так. Он Отец Небесный, я его дитя. А в псалмах Сиона там слова другие. Он мой добрый пастырь, я его овца. И вы знаете, неспроста произошло это изменение. Псалмами Сиона пользовались, наверное, с 20-х годов прошлого века. Оно репринтное издание было. То есть книга такая старая, ее перепечатывали. Некоторые таким странным шрифтом были тексты там набраны. А затем, когда пришло время сверстать новый сборник, более современный, вот тогда-то и произошло это изменение. И оно произошло не случайно. Я приведу простой пример. Это было в начале 90-х, когда в церковь, в нашу адвентистскую церковь, в одном городе, в моем родном городе, пришла молодая, такая яркая, видная женщина. И во время пения, во время исполнения, точнее, после уже богослужения, а там как раз вот этот из псалмов Сиона пелся 158-й псалом. Она подошла к группе молодежи и сказала, я не могу это петь. Говорит, а в чем дело? Да я не овца. Ну так она прямая, честная, говорит, я не могу, не могу себя вот назвать овцой. Я вот думаю, не поэтому ли поменяли слова? И в гимнах надежды уже совершенно другой текст. Но вы согласитесь, что вот так вот взять новому человеку и спеть 158-й псалом не так просто, верно? Потому что, ну как-то вот, ну это не комплимент в нашем мире, когда так называют, правда? А тема таки библейская. Потому что Библия сплошь и рядом называет Господа пастырем, нас овцами стадо его называет. И вот вопрос, а только ли овцами? Вот это наша сегодняшняя тема. И отрывок, который я сегодня буду читать, мы, надеюсь, мы будем читать, поэтому включайте, дорогие, Библии свои. Открывайте, кто пользуется по старинке бумажной версии, что тоже неплохо. В 25-й главе Евангелия от Матфея находится эта самая длинная притча в Новом Завете. Иисус сказал так, когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним, вот он масштаб, все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. То есть в Божьем стаде есть еще и другие животные. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. «Ибо голодал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагием, когда мы видели тебя больным, или в темнице, и пришли к тебе?» Царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». «Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили, был странником, и не приняли, был наг, и не одели, болен, и в темнице, и не посетили». Ну и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, странником, нагим, больным, в темнице, и не послужили?» «И тогда отвечу им, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали мне». И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Ну, притча известная, правда? Когда я читал ее, может быть, десятый, двадцатый раз, вдруг возникла мысль. Ну, притча несложная, согласитесь. И смысл ее очевиден, и она такая яркая очень. Понятно, что здесь говорится о том, что есть люди, которые не такие хорошие, может быть, как мы, и Бог говорит, что это мои меньшие братья. Но вопрос возник, а почему притча начинается с этой иллюстрации о том, что Бог в определенное время сепарирует, то есть отделяет свое стадо, отделяет овец от козлов? Почему с этого-то начинается? Ну, почему бы сразу не рассказать о праведниках, о нечестивых, о служении неимущим? Почему начинается история вот с этого? Вы знаете, ответ удивительный на самом деле. И, может быть, нам он непонятен по началу сюжета этой притчи, как раз потому, что мы не занимаемся, ну, сельским хозяйством, может, занимаемся, но животноводством навряд ли. Правда? Ну, в любом случае, навряд ли кто-то из вас пасет здесь овец на просторах Заокского района. Или есть такие? Так вот, фишка заключается вот в чем. Ну, вот это ответ, кстати, на вопрос, а откуда в Божьем стаде появились козы? Откуда? Вы знаете ответ? Откуда? Стадо вроде овечье, а там козы. Откуда они там? Не знаете? Вот кто-то знает. Спасибо, спасибо, Илья Иванович, вижу вашу руку. Вы знаете, оказывается, с древних времен люди, занимающиеся овцеводством, заметили, что очень важно в большое стадо овец помещать несколько коз или козлов. Почему? Потому что у этих животных, которые тоже вроде бы на овец похожи, тоже домашние, тоже чистые на самом деле, есть одна уникальная природная особенность характера. Вот если взять просто кучу овец и поместить среди них вот этих вот козликов и козочек, и затем задать им направление движения, начинается следующее. Козы и козлы моментально опережают стадо и идут впереди его, за пастухом. А вся тара остальная идет за козлами. То есть это такие животные, которые не позволят себе, ни один уважающий себя козлик не позволит себе идти в хвосте или даже в середине стада. Он всегда будет идти впереди. Поэтому, собственно, несколько облегчается, почему пастухи этим приемом пользовались, облегчается задача пастуха. Им нужно пасти небольшое стадо коз, а овцы всегда пойдут за козлами. Вот такая особенность. Конечно, здесь возникает еще один вопрос, а почему тогда Бог в конце концов их отделяет? И, конечно, еще один вопрос, а кто тогда эти козлы, верно? Если овцы – это верные дети Божьи, а козлы – это тоже дети Божьи в стадии Божьем, то кто тогда они? Интересный вопрос, правда? Ну, первое, что возникает, поскольку они лидеры, может быть, это начальство? Как вы думаете? Очень похоже, говорят, да? Очень похоже. Мы еще к этой теме сегодня вернемся, но не обольщайтесь, друзья, не обольщайтесь. Вот здесь мы подходим к очень важной особенности ответа на вопрос, кто такой лидер. Кстати, здесь написано «козлы и овцы». Может быть, это мужчины вообще? Да, ведь они любят главенствовать в семье. Вы знаете, это тоже отчасти ответ на вопрос. Но на самом деле мы должны посмотреть на эту тему шире. Почему? Потому что лидеры – это совсем не всегда начальники, не всегда руководители. Кто-то очень метко выразился, что каждый из нас не просто может быть лидером, он им не может не быть. Вопрос только в сфере влияния. Скажите, женщина может быть лидером? Друзья, не даром народная мудрость говорит, что да, муж – голова, но жена – это шея. Она может управлять своим мужчиной. Верно? Не всегда это получается хорошо, без напряжения, без искр, но она непременно это будет делать. Потому что это в каждом из нас есть. Вот даже читаешь, когда книги про Лепомен, Ансарс, где очень много есть историй о различных царях, многие из них были нечестивые, вот с завидным, с удивительным постоянством авторы Ветхого Завета говорят, вот родился такой царь, правил он столько, был нечестивый, а дальше присказка – имя матери его. Имя матери его. Почему? Почему евангелисты, библеисты об этом пишут? На что они намекают? Он попал под определенное влияние. И очень часто именно мама. От нее зависит тот жизненный маршрут и вектор, которым пойдет ее сыночек. Хотя считается, что вроде бы отец – голова, правда? Поэтому это совершенно справедливо, что каждый из нас не просто может быть лидером. Мы не можем не быть лидерами. Тогда в чем суть притчи? Если козлы – это лидеры, почему Бог их отделяет? То есть о ком эта притча и о чем эта притча? А вот дальше все становится на свои места. Если мы, стремясь к чему-то как лидеры, чего-то достигая, забываем о тех, кто вот там, вот на это-то Господь и обращает внимание. То есть неплохо быть лидером, но для Господа очень важно, какого качества наше лидерство. Ну, вы знаете, вот народная мудрость, к которой опять сегодня обращаюсь, она в этом плане очень остра и очень метка. Вы знаете, да, что, может, слышали такое? Все руководители, все лидеры, их можно условно поделить на две категории. Одна категория – это руководители коты. То есть если он наверх забрался, он уже спуститься не может, он сидит там и кричит. А есть другая категория – это белки. Они вверх-вниз, вверх-вниз. Понимаете, вот, ну, лидеры они такие. Вот качество лидерства, оно вот этим очень часто определяется, как человек относится к тем, когда он сам чего-то достиг. То есть кто беднее его, если он богаче. Вот этим определяется мое качество как лидер. И Бог на это смотрит. То есть я богаче других, а как я буду относиться к тем, кто беднее? Вот Бог на это обращает внимание. Не богатство – грех, а отношение к тем, кто беднее тебя. Лидер – это может быть тот, кто умнее других. И опять возникает тот же самый вопрос. А как я отношусь к тем, кто может быть не такой образованный? Вы знаете, да, что на заре христианства во втором уже веке появилось целое течение, целое направление. Одна из ветвей, не деноминационных, а ветвей вот богословских. Их называли гностиками. Вот это слово «гнозис», да, корень, знания. Они выделялись тем, что и держались обособленно, потому что обладают особым знанием, которые, как они считали, делают их более приближенными к Богу. Господу угодно это? Нет, нет. Почему? Потому что если твое знание делает тебя жестоким по отношению к тем, кто может быть не такой умный, то какой смысл вообще в нем? Вспоминаем Соломона. А если человек здоровее других? Скажите, это повод для гордости? Ну, конечно, ответ очевиден. Нет, не повод. Но вы знаете, в нашей, любимой с вами, адвентистской церкви такие проблемы иногда возникают. Что те, кто придерживаются здорового образа жизни, иногда почему-то очень злые люди. Вот. И едят тех, кто едят мясо, как говорят. Да, такое тоже случается. Я помню, в одной из наших общин, в которой мы совершали служение, приехал молодой человек, наш брат, с такими горящими глазами и начал всех убеждать, насколько опасно есть дрожжи употреблять в пищу. В церкви возникла целая проблема. Даже какой-то некий раскол. И он привез это из Москвы. Из общины имеется в виду. Одной из московских общин. То есть, поводом для какого-то конфликта, для вот этих проблем, разделений и унижений других может быть даже тема здоровья. Странно, но это факт. А если человек сытее других, значит ли это, что он чего-то достиг в жизни? Конечно, нет. Библия говорит. Помните, да вот и вот вторая часть притчи, после иллюстрации об овцах и козлах, она как раз и говорит о том, как Бог сепарирует, как Он отделяет. Если ты имеешь больше, чем другие, на что Господь будет обращать внимание? Кого ты накормил, а не сколько ты приобрел? Вот это очень важный момент. Поэтому социальная деятельность – это то, на что Господь также обращает внимание. Ну и особая тема здесь. Вот здесь вот был в темнице, и вы посетили, да? Это что за сепарация? Когда один более праведный, чем другой. Вы видите, да, действительно, мы как лидеры можем быть богаче других. Мы можем быть умнее других, здоровее других, сытее других. Мы можем быть праведнее, чем другие люди. Но Бог обращает внимание на то, как это преимущество используется. Вот на что Он обращает внимание. И Бог говорит даже о том, что те люди, которые не обладают всеми этими преимуществами, Он называет их как? Мои меньшие братья. Я очень часто наблюдаю, как в наших общинах мы говорим, мы проводим богослужения. Давайте разберемся. Во время богослужения кто кому служит? Есть варианты? Может быть, мы служим Богу? Библия говорит просто. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, живет не в рукотворенных храмах, и служение рук человеческих не требует. Пусть в наших мыслях и с наших уст не срывается фраза, что мы вот здесь вот служим Богу. Мы здесь поклоняемся Ему. А служение Богу, согласно этой притче, заключается в том, чтобы одеть, накормить, посетить, поддержать. То есть оно всегда направлено вне церкви, друзья. Если же мы как церковь просто собираемся для того, чтобы послужить друг другу, ну, у нас хороший клуб в этом случае. Но это не богослужение. Почему? Потому что мы-то Бога уже знаем. А как много людей вокруг, которые его не знают и которые в нем нуждаются. Поэтому величайшая ответственность любой церкви, пастора, совета церковного, церковной организации организовать так, чтобы мы не только собирались вместе, но непременно имели, планировали и вкладывали средства и силы и наши таланты в некую внешнюю деятельность по отношению к тем, кому, собственно, и обращен должен быть вектор церкви, ради чего она и была создана. Ни для чего другого церковь не была создана. Проповедовать Евангелие любыми возможными способами. И, как сказал Августин, если есть крайняя необходимость использовать даже слова для этого. Поэтому-то вот эта притча, она дает, несколько отрезвляет наше христианство, потому что показывает систему Божьей оценки, как он оценивает то, что мы делаем. Если все, что мы делаем, как церковь, как просто люди верующие, обращено только к нам, любимым, к нашим собственным детям, к нашим собственным братьям и сестрам, к нашей собственной семье, это сложно сказать, что это настоящее богослужение, и мы тем самым его прославляем. Будет очень много удивлений, когда возвратится Христос. Я бы не хотел, чтобы в мой адрес или в адрес моей семьи, в адрес каждого из вас были обращены слова «я никогда вас не знал». Вы служили себе, я бы не хотел, чтобы мы это пережили. Поэтому, собственно, мы видим, что вот эта тема, она очень-очень широкая. Она вроде бы представлена такой уникальной притчей об овцах и козлах, о козлах, которые идут вперед, они всегда впереди. Но самая проблема в том, что они не думают о тех, кто находится позади, кому гораздо хуже может быть, кто испытывает большие трудности, а церковь для этого создана. Посмотрите, насколько широка эта тема. Например, она представлена в словах Иисуса в 16 главе Евангелия от Матфея, где в 24 стихе он предупреждает всех своих последователей. «Если кто хочет идти за Мною, что дальше? Отвергнись себя». Вот это первое условие. Без этого не получится, невозможно служить и себе, и Богу, прославлять одновременно и себя, и Его. «Возьми крест и следуй за Мною». Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот обретет ее. Или 20 глава Евангелия от Матфея, стих 27. Здесь сказано так. «Кто хочет между вами быть первым, вот тем козликом, лидером, Бог говорит, это неплохо, но есть условие. Какое? Да будет вам рабом и слугою. Так как Сын Человеческий пришел, чтобы ему, не для того, чтобы пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить другим». Нам очень нужно хорошо понимать, что такое служение. А вот еще текст, но чуть позже его приведу. Но давайте зададимся ближе уже к концовке таким вопросом. Скажите, а для нас вот от рождения, по природе, вот лично вам, что ближе? Быть козой, козликом, козочкой в Божьем стаде или овечкой? По природе от рождения. Белкой? Ну, белка – это уже следующий эволюционный шаг, да? Ну, по природе кто мы, скажите? Смиренные от рождения. Ну, не знаю, мне немножко грустно сейчас. Может, я один из себя так ощущаю, что могу сказать, Мухаммед Валеев, ты коза мужского рода. Вот, ну, мне как-то проще себя воспринимать, потому что, когда называют овцой мужского рода, ну, это как-то более оскорбительно звучит. Нам по природе всегда свойственно впереди, правда эти? Нам не свойственно вообще человечеству, не свойственно смирение от рождения, не свойственно. Нам свойственно всегда достигать каких-то целей и идти. Еще раз повторяюсь, это неплохо. Проблема в том, что нельзя забывать о тех, кто там находится. Потому что Бог там находится. Он говорит, сделали это одному из вот этих меньших, кто слабее, беднее, значит сделали мне. Вот это нельзя забывать. Ну, и в заключении, вы помните, да, с кем сравнивал себя наш Господь. Как овца. Веден был он на заклане. И как агнец, предстригущими его безгласен. Скажите, Иисус был лидером? О, еще каким. Шпионы приходили, чтобы поймать его на слове. Остановились последователями. Верно? Влияние Иисуса было огромным. За каких-то несколько месяцев молва о нем настолько распространилась по Палестине, что за ним ходили тысячи. А начальники строили планы, как бы его убить. Через несколько месяцев. Это о чем говорит? Влияние у него было огромным. Но это влияние Иисус направлял на то, чтобы приобретать людей для Бога, а не прославлять самого себя. Был даже случай, об этом пишет евангелист Иоанн, когда люди захотели прийти и так нечаянно, в кавычках, сделать его царем. И вот там используется очень необычный глагол. И Иисус убежал от этой славы. Он не за этим пришел. Он пришел, чтобы, будучи лидером, проявить качество агнца смиренного. И прошел этот путь до конца. Вы знаете, эта притча, которую мы сегодня рассмотрели, может быть, бегло, но подметили важные моменты в ней, она представлена в ряде из четырех притч. И звучит последний из этих четырех, а все четыре притчи звучат после пророчества Иисуса Христа о последнем времени. То есть там есть, Иисус сказал вот эти пророчества, а потом привел четыре притчи. Давайте вспомним их. Первая притча, конец двадцать четвертой главы о злом неверном рабе. Следующая притча, начало двадцать пятой главы Евангелия от Матфея. Девы мудрые и неразумные. Следующая притча о талантах. Помните, да? И вот эта четвертая притча, она об овцах и козлах, но всех их объединяет одно. В них Спаситель предрекает, какое положение дел, какое состояние Божьего народа будет наблюдаться накануне второго пришествия Иисуса Христа. Будут верующие люди, которые будут служить себе, которые будут думать о себе, которые будут заботиться только о себе, о своих детях, о своих семьях. И будут верующие люди, которые будут думать о цели, которую Господь ставит перед ними. Служение тем, кто слабее и беднее, о чем мы уже сказали. Вот о чем эта притча. Ну, судя по тому, что мы видим в наших общинах, в нашем мире, вообще в современных церквах, притча очень актуальна, правда? Очень актуальна. Может быть, самое время подумать не о том, какое состояние для нас естественно, мы уже ответили на этот вопрос, о том, в каких сферах нужно применять эту притчу. Я насчитал простые три сферы применения. Ну, в первую очередь, об этом уже вскользь сказал, очень важно, чтобы церковь об этом думала, когда строят планы. Общины, чтобы об этом думали. Ведь есть у нас общины, которые являются самыми настоящими руками помощи. Отдел благотворительности, верно? Отдел библейской школы. Это то место, где мы делимся знаниями, где мы делимся информацией о Боге. Это то место или те отделы, которые являются средствами приобретения людей и так далее. То есть направлены вне. Вообще, конечно, по большому счету, это справедливо, любой церковный отдел должен воспринимать себя как миссионерский. Мы за этим существуем. Даже диаконский. Ведь это посещение, а при посещении всегда есть неверующие родственники. Вот об этом тоже нужно помнить. Но очень важно церкви строить планы и вкладывать туда средства. И тогда Господь начнет благословлять свой народ. Потому что вот его цели, вот его приоритеты. Следующая сфера применения, где можно использовать вот эту информацию, это наши семьи. Вот здесь внимание. Потому что тут есть разночтение. Если я, как отец или дедушка, все вкладываю в своих детей, это неплохо. Но вопрос, к чему я их приучаю. Не так ли? Потому что можно мою родительскую заботу выразить только в том, что я наполняю их быт вещами, наполняю их, или окружаю их заботой, вниманием, обеспечиваю. А Господь говорит, что дети даны нам на время, чтобы привить им качество самого Иисуса Христа. Не так ли? Поэтому очень важно учить детей не тому, чтобы они привыкли получать, то есть не этой привычки им прививать, а чтобы учить их тому, чтобы они сами могли отдавать и жертвовать. Вот это очень важно на самом деле. Поэтому характер воспитания в семье это вот та область, которая также оговаривается этой притчей. Ну и третье, на что нужно обращать внимание, конечно же, то есть третья сфера применения, это моя личная жизнь. Потому что, судя по тому, что здесь Иисус сказал в 25 главе Евангелия от Матфея, Бог будет оценивать нас не на уровне церковном, не на уровне даже семейном, а на каком? На личном. На личном. Каково твое, брат, моя сестра, отношение к тем, кто там сзади? Те, к тем, о которых Господь говорит, это мои братья и сестры, меньше. Пусть в сердце ни одного из нас не возникнет мысль о том, что мы лучше, что мы праведнее. Пусть каждый из нас расценивает как Божьего служителя, а людей, которые вокруг, которые, может быть, кажутся недостойными, расценивает как тех, на кого Господь смотрит с великой надеждой. Чтобы мы, когда нужно, умели дать им руку помощи, поддержать словом, поделиться тем, чем Он нас сам благословил. Аминь. Аминь.